Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с картинами по русской истории российского культуролога, мецената, книга издателя Иосифа Николаевича Кнебеля, пояснительной текстом историка и педагога Князького Сергея Александровича. Сегодня у нас картина Сергея Васильевича Иванова «Приезд воеводы». Итак, кратко по тексту. Картина изображает приезд воеводы в маленький тихий городок. Большие города и пограничные крепости назначалось не менее двух-трех воевод. Главные воеводы с товарищами. Людей, как правило, энергичных, поскольку забот у них было предостаточно. Персонажи внятно разделены художником на две группы. Не без сожаления отдающих деньгами и натурой, и алчно устремленных ко взятию. Это шарс и небезосновательный. Бояре, окольничьи, думные дворяне и иные чиновники государева двора нередко просились на воеводство покормиться. Эта служба давала дополнительное денежное жалование. Правоуправляемый воеводой уездный город обеспечивал его продуктами, подденным кормом. Город содержал и всю воеводскую свиту, его военных холопов и приказчиков, а также приехавших с воеводов Диака или Подьяча. Ну и, наконец, воеводы имели много возможностей городским уездным, всяких чинов, людям, чинить расходы и убытки. Свою пользу, конечно. Но не все воеводы получили известность по количеству поданных на них жалоб по направленным против их произвола народным восстаниям, по громким следственным делам, об их злоупотреблениях. На Руси прославились воеводы, первопроходцы и строители, рудознацы, рудознацы и справедливые судьи, не отделявшие блага государства от блага подданных. Таким был Волконский, прозванный за увечья Хромоль, а за подвиги Орел. Он прошел через Урал, по следу вермака, начал строить в Сибири города. По его подвигу получил свой герб Боровск, алое сердце в лавровом венке на Серебряном поле. Это как пример. О таких воеводах с гордостью писали летописцы. А первый русский ученый и историк Лызлов, сам будучи воеводой, бескомпромиссно боролся за воздаимством великим и кражи государственные. И не первый, и не последний погиб в этой борьбе. Ну вот так кратко о картине Сергея Васильевича Иванова приезд воеводы из сборника картины по русской истории российского культуролога, мецената книги издателя Иосифа Николаевича Кнебеля, пояснительного текста историк, педагога Князькова Сергея Александровича. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok